Целей нынешней 17-й открытой международной научно-практической конференции «Успешен тот, кто верит в развитие способностей учащихся стимулирования их исследовательской деятельности, создание условий для раскрытия творческого потенциала». О статусе научного события говорит география её проведения. 52 учебных заведения из России, Турции и Беларуси. Причём участники из Дагестана приняли участие очно. Делегация из далёкой республики прибыла в Брест. Сегодня, как вы уже сказали, 17-я научно-практическая конференция. Свои работы представили 52 учебных заведения со всех уголков нашей Беларуси, ну и также за её пределами. Работы представили учреждения образования Российской Федерации, это Дагестан, Омск, Москва, Луганск, ну и также есть одна работа из Турции. Основная цель проведения конференции – это чтобы учащиеся, студенты, раскрыли свой потенциал, рассказали, на каких направлениях они работают, ну и доложили не менее важные труды своего дела, выполненные за последнее время. После пленарного заседания работа конференции разделилась на 9 секций. Среди тем обсуждения – гуманитарные и технические науки, экономика, педагогика, краеведение и другие. Я играл в футбол, профессиональный футбол в Турции, я хочу вступить в Турцию в футбол. Я хочу стать преподавателем русского языка или академией, я хочу работать в Турции в университете. Международная конференция – это возможность не только обменяться опытом и достижениями, но и выявить перспективных молодых ученых, которые заинтересованы в дальнейшем занятии науками. Мы с нашей группой создали проект «Лазерный станок с ЧПУ». Нам было интересно его создать, и наши преподаватели предложили нам поучаствовать в этом конкурсе. Данный станок способен обрабатывать многие виды материалов, вплоть от древесины до обувной, до раскройки материалов и так далее. Именно на нашей специальности данный станок очень сильно помогает нам размещать материалы для резки и трафареты для вытравления печатных плат создавать. Тема нашего исследования посвящена этнопедагогике. Формат проводимой конференции говорит о необходимости сосуществования различных культур. Даже география, я вижу по участникам, география форума расширяется, и помимо обмена научными знаниями, необходимо еще, чтобы участники понимали друг друга. А это возможно только в том случае, если мы будем понимать, знать культуру друг друга. А понимание культуры другой национальности, другого государства возможно только при наличии знаний о своей культуре. То есть человек, который любит и уважает свою культуру, способен уважать и любить другую культуру. Поэтому этнопедагогика в образовании – вот тема нашего выступления. Гибридный формат проведения конференции позволил заслушать доклады как в очном формате, так и в заочном посредством видеоконференции. Благодаря этому участникам и комиссии удалось проанализировать и осветить широкий круг вопросов, а самое главное – изучить культурные особенности разных национальностей. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Дмитрий Лимонтович, Новости Бреста.